Лед абсолютно всех водоемов республики опасен. Его толщина уменьшается не по дням, а по часам. Свою лепту вносит теплая погода и интенсивное течение рек. Спасатели готовы к любым экстренным ситуациям. Сегодня они вызволяли человека, провалившегося под лед. К счастью, это были учения, а пострадавшего изображал один из сотрудников МЧС. Спасите, помогите! Полу, спасите, помогите! Человек в полынье. По легенде, его заметили прохожие с берега и позвонили 112. Спасатели готовятся именно к таким ситуациям и еще раз тренируют силы и средства. Тем временем по всей республике лед тает и таит опасность. Река Сура у нас до Красных Читай. С Порецкого начиная до Красных Читай уже лед ломается, вода на льду находится. В Ядрине уже лед потемнел. На Волге тоже местами открытая вода, повсюду промоены явные признаки непрочности льда. По нему спасательная группа передвигается на судне с воздушной подушкой. Также спасатели в прошлом году вытаскивали из ледяного плена рыбака около Козловки. Трижды в районе островов проваливались снегоходы. В марте уже этого года пришлось вызволять мотоциклиста и его железного коня. Поэтому сегодня на учениях, согласно легенде, выясняется, что под лед провалилась еще и машина с водителем за рулем. Спасательная группа теперь уже с водолазами выезжает еще раз. Задача ставилась в первую очередь спасти живых людей, то есть те, которые находятся на поверхности. Вот в данном случае человек держался на воде, старался выплыть. В группе два водолаза. Один уходит под воду, другой страхует, но тоже в полной экипировке, готов к спуску. Мы удалось обнаружить под воду, потому что мы перейдем застали, и мы на перейдем на лед. Так же, как и первого, его довозят до берега и передают врачам скорой. Поедем? Как вас? Какой скорость был? Все? К счастью, за 2017-2018 год реальных случаев с погибшими на открытых зимних водоемах не было. И чтобы не пополнить печальную статистику, ни в коем случае не стоит выходить на лед. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.